Привет всем любителям пошаговых стратегий вообще и Сидмэр Сивилизейшн 6 в частности. Всё-таки Фераксис анонсировали ещё одно дополнение к шестой Циви, мне на стриме писали об этом, мы думали, что это к онлайну. Нет, всё-таки Лидер Пас, 12 новых лидеров и 6 переработанных старых, будет выходить начиная с 24 ноября по 3 лидера, получается 6 раз будет выходить, а нет, с 21 ноября. Сначала факт великих дипломатов, Абрахам Линкольн, королевам Бандензинга Конга и султан Саладин для Аравии. Дальше неизвестные даты, но я так думаю, что будет как с фронтир-пасом, то бишь либо каждую неделю, либо каждые две недели. Великие командиры, Токугава Япония, Надершах Персии и Сулейман, великолепный атаманом Турецкой империи, Османской империи. Дальше правители Китая, Пак, будет Йонгл Циши Хуань, подождите, Циши Хуанди, он же это, а, это другого вида, видите, Циши Хуанди объединитель, то есть это тоже Циши Хуанди, но переработанный, как я сказал, 6 будет таких переработанных. И Вудиньтань, как оно переводилось, как из Пятой Цивы. Дальше правители Сахары, Пак, будет Рамзес для Египта, Клеопатра, только тоже переработанная, Витя, Клеопатра Птолемей для Египта, то есть, видимо, в греческих одеяниях, а не в египетских. И король Сундиата Кейта для Мали. Пак великих строителей будет Теодора, или Теодора лучше для Византии, Соджонг для Кореи, тоже с Пятой Цивы, и Людвиг II для Германии. Ну это, блин, он вообще-то правитель Баварии вроде был, а не Германии. Ну ладно, пускай к Баварии, вот это какой-то странный выбор. И, наконец, правители Англии, Елизавета I, Харальд, подождите, а почему правитель Англии Харальд Синезубый у нас тут добавляется? Неужели Харальд, ну я помню, что викинги нападали на Англию, ну неужели прям он правил даже какое-то время Англии? Ладно, Харальд Синезубый, Норвегия, и Виктория Век Пара, ну то есть тоже переделанные. Странно, у меня как-то 4 тут получилось переделанных, но, в общем, можете перечитать, наверное, где-то есть еще кто-то переделанный, как минимум. Сколько стоит пак, как ни странно, до сих пор неизвестно. Видите, not available, видимо, 21 ноября будет доступно, осталось всего-то 4 дня. Но тем, кто купил антологию Сидмейер Сивилизейшн, этот лидер пасс будет доступен бесплатно. Я думаю, сейчас начали возмущаться те, кто не покупал антологию, а просто постепенно покупал все выходившие дополнения. На самом деле, если у вас есть все те наборы, которые есть в антологии, то и вам тоже это дополнение будет бесплатно. Вот вы можете посмотреть все наборы. Ну, у меня тут не отмечено, я просто не залогинил сейчас в Стиме. Это у меня есть, 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 есть. Надо самому проверить, в принципе, есть ли это все. Вот если все вот эти наборы в антологии, которые находятся у вас тоже есть, то и лидер пасс вам будет доступен бесплатно. Тут, правда, вопрос у дорогих россиян, потому что 2K вообще запретила сейчас покупки любых своих игр через Стим. Соответственно, россияне ничего по цивилизации купить в принципе не могут. И понятно, что вот лидер пасс им будет недоступен, но тут вопрос, если у них уже куплена все-таки антология и куплены все вот эти дополнения. Дадут ли им лидер пасс бесплатно или нет? Вопрос большой. Узнаем, видимо, только после его выхода. Дадут или нет? Кроме того, 21 ноября для всех бесплатно будет доступен Юлий Цезарь. Для этого надо будет достаточно присоединить свой аккаунт в 2K к вашему аккаунту на той платформе, в которой вы играете. Ну, там, вы запускаете игру, когда появляется вот эта заставочка, и там надо присоединять эти 2K аккаунты. Я думаю, разберетесь. Это абсолютно бесплатно, будет абсолютно для всех, неважно, купили ли вы что-либо или не купили. У него уже вот есть способность написана, про предыдущих этих лидеров мы ничего не знаем пока, их способности вообще. А у Юлия Цезаря Винни-Види-Вичи, пришел, увидел, победил, получает 200 золота за каждый захваченный город, который вы первый раз захватываете, и 100 золота за каждый варварский лагерь очищенный. Но это вообще-то что-то очень круто. И количество этого золота увеличивается до 500 после того, как вы исследовали сталь. Ну и, конечно, видео анонса, который у вас сейчас на экране, поражает воображение. Я не знаю, почему они сделали это в таком стиле, а не в стиле игры. Знаете, такой еще, как будто у них еще эти лидеры до сих пор не нарисованы. Ну и вообще, давайте обсудим, почему это дополнение выходит. Потому что выпуск антологии у любой игры подразумевает, что никаких дополнений к игре уже не будет. Кроме того, последнее дополнение, сколько там, полтора года или год назад выходило, и никаких даже обновлений не было. Никаких патчей, улучшений. А в игре есть что улучшать все-таки, извините. И вот сейчас они выпускают вдруг этот лидер пасс. Сейчас для меня, ну, кроме того, что, конечно, очень деньги нужны, хотя я не думаю, что в данном случае это самая главная причина, скорее всего, у них оказались свободны художники и аниматоры между теми играми, которые они делают. Наверное, они закончили уже практически игру по Марвелам, там, где супергерои будут. Но седьмая цива или следующая игра, которую они разрабатывают, еще не вошла в стадию анимации и прочего. Поэтому они решили, у них есть свободные люди, и они их направили на создание лидеров. Я не вижу в этом ничего плохого. Контент для любимых игр это всегда круто. Единственное, меня беспокоит, что это опять будут какие-нибудь убер-имбы цивилизации, как это было во Фронтир Пассе, где Вавилон отмороженный, Колумбия отмороженная, просто поломанная все нафиг. Но тут механик никаких новых вводиться не будет, поэтому я не думаю, что они будут ломать игру, что какие-то новые баги появятся. А цивилизации просто можно будет отключать. Ну, а в принципе, чем больше цивилизаций, тем прикольно. Ну, цивилизаций тут новых не будет, что я говорю. Тут не будет новых цивилизаций, но будут лидеры новые. Чем больше новых лидеров, тем круче. Только единственное, я опять еще не пойму, нафига они переработали уже имеющихся лидеров? Нафига там Виктория Векопара или что там, Клеопатра Птолемеев? Почему бы не добавить просто каких-то лидеров других? Ну и для России никаких новых лидеров нету. Я думаю, что... Мне что-то кажется, что и в седьмой циве России вообще даже не будет заменить какую-нибудь Киевскую Русь. Ну, посмотрим. Посмотрим. Я надеюсь, что у расистов в комментариях попки поподгорают. На этом все. Анонс произошел. 21 ноября будем знакомиться с первыми тремя новыми лидерами. Ваши мнения по поводу этого дополнения пишите, конечно, в комментариях. Играйте в умные игры. Слава Беларуси! Живи Украина! Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!